Премьера 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 для меня вообще все. Но в этом проекте, потому что наши репетиции начались по скайпу. Даже так? А что? Техника дошла до того, что сейчас уже и пробы, телевизионные пробы осуществляются некоторыми режиссерами по скайпу. Ну а кто занят в постановке в этой? В этой постановке заняты такие же, как и я, ковенщики бывшие, авторы, пишущие и живущие, и работающие в Новосибирске. Это, в первую очередь, как полноценный, полноправный участник, автор, это Вадим Голованов, наш давнишний автор, который писал на дети лейтенанта Шмидта на команду. А актеры Владимир Дуда, известный участник команды «Девушки», в джазе только «Девушки», еще более раннего созыва ковеновского прошлого. И автор Николай Петров. Вот мы втроем разыгрываем действие. «Вершина айсберга», о чем не буду говорить, потому что секрет большой. Вот секрет, но увидят только те, кто... Я держу интригу, хотелось бы, чтобы, может быть, заинтриговались бы и заинтересовались наши прокатчики, допустим. Допустим, это сейчас у меня идея возникла. Алтайские прокатчики мы бы привезли и показали. Ну, что жалко, всего один показ всего, это действительно как пьеса одного дня. Ну, знаете, вот я обмолвился, что в моей практике есть такие случаи, вот, допустим, пьеса под названием «Дуры», которая называется, так, интригующая, того же автора, Вадима Голованова. Ну, и была поставлена совместно с актерским составом тамошним в 2004 году в этой же лаборатории. Вот. Но это пьеса для больших сцен, вот, будем... для антрепризных. Вот. И, собственно, два года назад, сегодня так совпало, что именно сегодня, уже два года, как она показывается по городам и весям страны, успешно. В Москве это происходит на сцене Мюзик Холла, год уже как, а до этого на сцене ЦДКЖ, Центрального дома культуры железнодорожников. Вот. И 17 марта мы уезжаем в Лондон и в Дублин показывать этот спектакль для русскоязычного населения, живущего там. Ну, какие ожидания? Волнения есть? Все-таки Лондон, там публика, мне кажется, все равно. Волнение все пропадает, когда ты подходишь к краю сцены и начинается спектакль. Вот. Он всегда по-новому, антреприза, она жива, как явление, и как само действие интересное именно тем, что она очень мобильна. Допустим, в городе Норильске, когда мы были, нас попросили сделать два действия, потому что для жителей Норильска, которые приходят на спектакль, им обязательно нужно попасть в Уфет, пообщаться друг с другом. И за ночь перелопатив всю пьесу, добавив текста, утром собрались с труппой, быстро-быстро, нас пять человек. Этот спектакль сделан на основе актеров «Камеди Вумен». Это женский спектакль. Три женские роли, две мужские. Играет Тимур Тания и «Ваш покорный слуга». А в женском составе Татьяна Дорофеева, Надежда Ангарская, Валентина Мазунина, и там она с ангарской дубли. И Маша Шикунова. Это актрисы «Камеди Вумен», затем сериала «Пацаны». Ну, собственно. Скажите, а вообще для антрепризных спектаклей это нормальный срок действия, грубо говоря, что спектакль до сих пор жив, до сих пор популярен? Или все-таки это редкость? Когда я привез пьесу прокатчику, продюсеру Александру Макарову в город Москва, он сказал, сразу ставлю вас в известность, что средняя жизнепродолжительность антрепризы 2-4 года. За редким исключением, что тот или иной материал может пережить это время. То есть время идет, он теряет актуальность. Тема, да? Да, да, да. Все зависит от материала. Но в данном случае по названию «Дуры» в данном случае это высказывание автора, я не знаю, я еще в встречу знаю об этом, почему именно таким образом он решил. Но вообще тема – это женская логика. Женская логика, помещенная в определенные обстоятельства. Здесь, конечно, русская женская логика, логика русской женщины, она способна творить чудеса, которые… Зрители женщины не обижаются? Нам, недоступным мужчинам? Нет, конечно. Отзывы положительные? Отзывы положительные смеются очень. Как сказал один мой актер, который пришел на премьеру из театра Фоменко, Андрей Казахов, говорит, ну что, спектаклей 10, и так-то смешно, говорит, но спектаклей 10, и не отложку к служебному будем увозить к следующихся… У нас это покажется? Надеюсь, надеюсь, но пока предложений не было, не от меня зависит, я всего лишь режиссер и актер, я сегодня просто ведаю, так вещаю в нашу аудиторию, может быть, это возбудит интерес, и, так сказать, мы доедем, доедем до наших сцен. Петр, а если поставить что-то в Барнауле вот с нашими артистами, были идеи какие-то вообще? Потому что вы сейчас, мне кажется, активно как раз заняты тем, что ставите, ставите, что-то создаете, расскажите идею. А правдовое название, вернее, стезю «Свободный художник». На данный момент, ну, будем делать, все-таки не хотелось бы, чтобы этот жанр ушел в небытие, а он уходит в небытие, как-то не печально. В Томске центр в прошлом такого явления, как и Марина, которая как образование прожила 40, больше 40 лет. То есть, и был, ну, по сути дела, центром и притяжением для очень многих коллективов, которые приезжали, и оттуда вышли. Дроботенко там, ну, многие очень, которых сейчас на слуху, и так вот сказать, что, а, это тот, тот мы с тем пересекались, очень многим знаем. Это вот явление юморина уходит в небытие. В этом году, вот, было сомнение, ну, вот буквально где-то минут 15 назад переговорили с моими друзьями, и будем, будем делать обязательно в Барнауле юморину. Приходите. Позовите, расскажите, чтобы... Юморина, классика. Это 1 апреля. 1 апреля, конечно. Алтайские творцы, да, художники, режиссеры, зачастую уезжают, и Алтайский край, собственно, забывают. Вот вы, как пример, вы все равно здесь с нами бываете, много чего... Нет, не забываю, не согласен, что забываю. Вот я говорю, что, наверное, это все-таки важно, что здесь нужно продолжать что-то ставить, иногда приезжать, выступать. Обязательно, конечно, конечно. Однажды разговаривал с одним человеком, он говорит, да, вы же, вам только помани, и все, вы же уедете, и все. Но дело в том, что есть определенные обстоятельства, которые не дают, и делают так, что ты не уезжаешь и остаешься здесь. Естественно, вся работа там, ты ездишь туда, но уже тяжело, честно говоря, так вот передвигаться в плотном режиме, так вот, и уже выстраиваешь. Но скажу так, что стоит, вот про себя могу сказать так, стоит куда-то поехать с намеком того, что ты будешь именно там жить и существовать, и работать, у тебя пропадает вся работа. Стоит приехать домой, тебе звонят, сразу варианты. тебе предлагают что-то делать, поэтому я так для себя уже вот на гребне 44-х лет моих жизненных для себя решил, наверное, что Барнаул это вотчина для меня. А вообще Алтай, как таковой, Алтайский край является кузницей в плане именно кадров культуры, сценической культуры, картинной, чего угодно. Где только ты не бываешь, все время встречаешь земляков, которые действительно занимаются очень творческим делом, очень творческие люди, и не забывают. Я с кем не встречался, все очень хорошо помнят и готовы сюда приехать. Петр, спасибо вам огромное за интервью, вам удачи на гастролях. Спасибо вам, что пригласили. Ждем постановок все-таки в Барнауле. Я напомню, с нами был Петр Винц, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!